Россияне стали чаще жениться. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Количество браков выросло на 140 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, с января по сентябрь уходящего года в России брачные свидетельства получили больше 720 тысяч пар. Для сравнения, в прошлом году за этот же период их было чуть больше 580 тысяч. Но и тех, кто решил развестись в этом году, тоже больше на 80 тысяч. А что говорит статистика по нашему региону? По данным Кировстата, жители Кировской области в январе-октябре текущего года заключили 5329 брачных союзов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост почти на 10%. Количество разводов за этот же период увеличилось на 15%. Жители нашей области расторгли свой брак 4406 раз. По мнению психологов, причина увеличения количества браков – отложенный спрос, поскольку в прошлом году действовали жесткие антиковидные ограничения. И многие предпочли перенести праздник на другое время, так как в период локдауна под запретом оказались и торжественные церемонии, и застолья в ресторанах. Если со свадьбами все ясно, то почему с каждым годом растет количество разводов? Люди разводятся, потому что не умеют жить вместе, потому что сейчас очень великое влияние СМИ, социальных сетей в основном, что людям вместе должно быть обязательно комфортно. Поэтому любой дискомфорт воспринимает то, что это не мой человек. По данным Кировстата, в прошлом году мужчины активнее женились в возрасте 25-29 лет. У женщин возрастные рамки шире, в брак вступают начиная с 20 лет. В каком возрасте лучше всего создавать семью, мы спросили у кировчан. Можно и в 60, и в 70, и в 80. Ну, конечно, там желательно, чтобы до 18 лет не вступали, а потом можно в любое время. Оптимально в 22-24 года. И не сильно такие уж молодые, когда в 18-19 женятся. А после 25? Рано тоже не ставит. 23. Потому что сама рано замуж вышла, и не хочу ребенку своего такого счастья. Я думаю, в молодом лучше. В 25. Потому что уже человек, Ленечка, жизнь не повидал. Церковный возраст с 16 лет. Может, давай брак, а так, ну, кто как. И еще интересные факты. Многие россияне готовы потратить на свадьбу до 200 тысяч рублей, говорится в исследовании одного из банков. Причем около четверти жителей страны считают приемлемой свадьбу в кредит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова